Всем снова привет! Спасибо, что заглянули. Сегодня мы будем собирать аптечку в отпуск. Перед вами органайзер, в который я буду складывать. То есть у меня уже все сложено. Покажу вам, что я набрала. Да, место много занимает, но я люблю с собой все возить, чтобы было под рукой лекарство. Это я все для себя одной взяла. Ну так, если немножко надавить, может быть, конечно, меньше становится. Давайте посмотрим, что я положила. Очень полезное видео, когда через год, например, или в следующий отпуск собираешься, смотреть, что у меня было здесь собрано, чтобы вот точно так же собрать свою аптечку. Давайте начинаем. Всегда беру липкий бинт. Вот такой у меня. Он лучше, чем пластырь. Это на случай порезов и всяких ранок. Вот так вот он выглядит. Его можно резать, но он держится гораздо лучше, чем пластырь. И в аптеках не всегда бывает. Поэтому я вот его всегда беру. Он уже старенький, но проверенный. Держится еще хорошо. Вот в аптеках продается. Такое вот. Для повязок даже. Отличная штука. Не отваливается. Даже в воде морской. Проверено. Но это я так перестраховываюсь. Просто ничего лучшего я не вижу. И его не купить обычно бывает, когда надо. Ну, дай Бог, чтобы не пригодилось ничего из этого. Такой вот пакетик беру. Здесь ватные палочки, ватные диски и зубочистки. Всегда тоже такой беру маленький. В этот раз я еще взяла бумажные платочки. Но это на случай насморка. Бывает и такое на море. Так, дальше. В хаотичном порядке буду брать. Вот без этой вещи я тоже никогда не езжу. Здесь уже немножко паста сладкая. Энтерос гель на случай отравлений. Тут, видите, уже немного. Вот ее всегда тоже стараюсь брать. Что потом некогда бегать будет, если что-то вдруг застанет. Потом спрей для... Ну, это от насморка. Африн в данном случае. Мне он нравится. Давно у меня не было насморка. Тьфу-тьфу-тьфу. Но если есть, я лечусь вот этим. Так. И вроде бы так. Еще вот я нашла платочки. Тоже. Из фикс-прайса. И дальше пойдем по таблеткам. У каждого, конечно, свой набор таблеток. Я показываю, что нужно для меня. У меня самая такая проблема бывает. Это головная боль. Как бы я надеюсь, что это самое такое редкое. И другой меня вообще ничего не застанет в отпуске. Очень на это надеюсь. И даже не хочу никаких вообще головных болей. В общем, на случай головной боли мне сейчас помогают вот такие таблетки. Спазмолгон эффект. Тева. Взяла, конечно, много. Можно было и парочку. Но еду надолго. Поэтому пригодится. Ну, или не пригодится. Но думаю, пускай лучше будет вот так. Раньше у меня была вообще мигрень. Я поэтому подстраховываюсь. Беру свои таблетки. Это редкие. Это вот именно у кого мигрени. Сумма мигрени. Очень хорошо мигрень убирает. Но я по целой не пью. Половиночки. И вообще давно их уже не употребляла. Как говорится. Надеюсь, я еще раз говорю, что мне ничего не пригодится. Но пусть уже будет. Копатен от давления. Это если кратковременно надо скинуть. Тоже на всякий случай. Так. Кетанов. Это таблетки у меня обезболивающие, если вдруг зуб заболит. Так вообще видно. Я показываю. Вот такие вот индийские. Тоже хорошо обезболивают, если такая вот проблема возникнет. Так. Дальше. Против аллергии беру Зиртек. Видимо, когда-то вот даже пила. Не знаю. Вроде не страдают уже этим. Но пускай. Так. Дальше что у меня? Обезболивающие. Найс. Такая мне не особо помогает. Но мало ли. Обезболивающие нужны. Вот так же аналегин. Когда-то мне тоже головную боль снимал. Ну ладно, пускай. Стриптоцит. Это если, тут уже старенькая такая, ну, ранки посыпать. Порошочек такой. Дальше я беру свои таблетки от давления. Такие вот я пью. Так. Дротоверин. Ножпа. На случай спазмов. Ну, тоже. Они легенькие. Так. Ну, вот это калия едит. Знаете, девчонки, это такие таблетки. Даже не буду говорить от чего они. Не дай бог. Так. Дальше. Смекта. Три пакетика. При диарее. Тоже хорошо проверенное средство. Не знаю, как бы и то, и то беру. Ну, не думаю, что мне что-то пригодится. Корвалол в таблетках. Вообще, вам все видно. Корвалол. Такая маленькая упаковочка. Доритрицин от боли в горле. Это когда вот первый день, если горло заболело. Думаю, что в середине июня еще вода не такая теплая. В общем, бывает всякое. Горло болит бывает. И все, что хочешь. Также от боли в горле вот такие леденцы с живицей кедра и прополисом. От производителя Родоград. Очень хорошо мне помогает от боли в горле. Так. В основном у меня, конечно, от этого есть. Агромидин тоже с анестетиком от боли в горле. Я вот от горла беру много. Запасаюсь всегда именно в основном этим. Дальше. Тантом Верде. Турецкое еще. Такие леденцы тоже, знаете, от этого же самого. От всего от горла. Так. Дальше. Парацитамол. От температуры. Нурофен. Экспресс. Тоже и от температуры, и обезболивающее. Азитромицин. Всегда беру антибиотик. Тут три штуки. Ну, как бы да. Дежурит в аптечке. Кистин. Еще. Это такие таблеточки тоже от аллергии беру. Ну, как бы вот тоже новое для меня лекарство. Хорошо себя зарекомендовала. Так. Дальше. Пластыри у меня тут. Ну, их много. Вот так. Пластыри я, в принципе, не сильно много беру. Их-то можно купить как бы всегда. Ну, на первый день, если что. И Буклин Экспресс. Это порошок, в общем, противовоспалительное, жаропонижающее, обезболивающее при простуде и гриппе. Но я беру не только его. Как бы от простуды подстраховываюсь. И вот еще террафлю. Это как бы одинаковое действие. Ну, вот эти средства мне хорошо помогают. И все. Тут еще вот получается пластырь. Вот так вот взяла. Все. Вот такая кучка. Все. Сейчас я поплотнее уберу в органайзер. На этом с вами прощаюсь. Не пишите мне, пожалуйста, что я взяла многое. Без этого можно обойтись в отпуске. У каждого решает это сам для себя. Я люблю, когда у меня, если что, все под рукой. Никуда не надо в аптеку нестись. Поэтому, ну, в общем, комментарии такие я буду удалять. Не обижайтесь. В общем, я просто для тех видео показывала, кто действительно интересуется, чего взять из лекарств. У кого дети, конечно, там выбор будет другой. Для взрослых, вот я считаю, этого всего достаточно. На этом с вами прощаюсь. Всем добра, удачи, позитива. И никогда не болеть. Пока-пока.